Друзья, всем привет! С вами Александр Иванчин. В этом коротком видео покажу вам, как вы сможете создать чистую бонусную страницу. Для чего? Ну, для продвижения любого партнерского продукта, либо своего продукта. Мы знаем, что когда конкуренция достаточно жесткая, то люди принимают решение о покупке, о регистрации, когда оценивают количество бонусов, которые вы им дадите. И, естественно, бонусы лучше предлагать на чистой странице, где нет хидера, нет никаких дополнительных ссылок, виджетов и так далее, чтобы они не отвлекались от чтения списка бонусов. И я знаю, что многие стили и многие темы оформления WordPress сайтов, они не позволяют создавать чистые страницы, пустые страницы. Поэтому я вам раздобыл тему ECMI, которую вы можете скачать под данным видео. И, естественно, следуя инструкциям, которые я вам сейчас покажу, установить ее и без труда создать свою собственную бонусную страницу. Итак, поехали! Как видите, я сейчас нахожусь в своем VHM менеджере. То есть, это панель управления моим хостинг-аккаунтом. Если вы не знаете, как проникнуть в VHM менеджер, допустим, из аккаунта GVO, потому что я не знаю, каким вы хостингом пользуетесь, вам нужно нажать на ссылку «Домины» внутри своего аккаунта GVO. После этого нажать на ссылку «Нажмите здесь», чтобы получить доступ к управлению своим веб-хостингом. И тогда вы попадете именно в данную панель управления. Для чего это делается? В принципе, один сайт на WordPress может содержать в себе несколько установок системы WordPress. И, в принципе, это нормально. Вы можете установить WordPress, совершить дополнительную установку, но в отдельную папку. Потому что, чтобы не рушить, скажем так, основной дизайн вашего сайта, то есть мы сделаем такую маленькую хитрость. Установим дополнительную тему. Также это хорошо делать тем, кто, допустим, у кого, кто пользуется нашей ревью темой, то есть ревью сайта, потому что данная тема, ну, нами разработанная, она конфликтует с некоторыми плагинами, которые мы тоже выпустили. Просто мы плагин выпустили буквально через год после того, как эта тема была разработана. Вот там, клик-то-твит или плагин Viral Water. Получается, что к записям, созданным на вот этой вот теме для создания обзоров, ревью темы, они, ну, как бы не работают. Поэтому, чтобы ими пользоваться, если вы продолжаете, сохраняете, скажем так, ревью тему у себя на сайте, то тогда лучше совершить дополнительную установку WordPress в соответствии с теми инструкциями, которые я сейчас вам дам для того, чтобы полноценно использовать эти бесплатные плагины. И также эта установка вам понадобится для того, чтобы установить бонусную страницу, чистую, без всяких там посторонних надписей. Итак, поехали. Вы видите, я нахожусь в HM-менеджере. Дальше мне нужно в левом верхнем поисковом окошке ввести лист, лист, выбрать лист аккаунт, для того, чтобы выбрать домен, на котором я буду это устанавливать. А, ну пусть как раз домен Click to Tweet это будет. Нет, спасибо. Дальше мне необходимо перейти в C-панель. Ну, вы увидели. Я, когда выбрал домен, то есть я нажал на значок C-панели. Перешел в C-панель. Я перехожу в установщики. Мне нужно найти SoftEquulus Installer. Это очень важно сделать. Нажимаю на символ WordPress. Дальше нажимаю. То есть в панели управления установщика нажимаю на кнопку установка. Теперь мне предлагают выбрать протокол. Здесь все оставляем неизменным. Домен, естественно. И директория. Ну, допустим, директория. Теперь это папка у вас, которая будет создана. Назовите ее бонус. Бонус. Либо блок назовите. Пусть будет бонус. Хорошо? Мои уникальные бонусы. Это вы вводите название сайта. Дальше описание для всех партнеров. Не нужно ставить здесь галочку. Имя пользователя админ устанавливаете. Пароль. Ну, пусть будет. Админ, админ. Дальше вводите свой адрес электронной почты, действующий. Обязательно указываете язык русский. Так и пусть остается. Все. Нажимаем установку. Как видите, ничего сложного я здесь не совершал. Пока закрою кабинет живем. Так, теперь, видите, в WordPress был успешно установлен ClickToTweet бонус. То есть, вот я нажимаю на данную ссылку и вижу, что открывается мой сайт. И на нем свежая установка WordPress. Тема оформления WordPress 2015. Мне нужно пройти сейчас в административную панель. Вот это запомните. ClickToTweet.ru. Ну, ваш домен. Ком, инфо, ру, бонус и wp-админ. То есть, получается, это имя, название папки, которую вы устанавливали. Прохожу в панель управления. Ввожу сейчас свои данные для логина, которые я, естественно, создавал и запомнил. Так, вошел. Теперь мне что нужно сделать? А иду в меню «Внешний вид», «Темы». Нажимаю на кнопку «Добавить новую». Нажимаю «Загрузить тему». Выбираю «Файл». Выбираю «Acme V1.8». Вот ту, которую вы скачали и предварительно сохранили. Нажимаю «Установить». Можно сразу. Все, дождались меню, процесс установки прошел, нажимаю «Активировать». Если я сейчас открою сайт, то вот таким образом он будет выглядеть. Архивы тут, ну и так далее. То есть можно подчистить то стандартно, что мы делаем всегда со свежей установкой WordPress. Удалить. Страницу удалить. Потом мы переходим в корзину. Удалить навсегда. Дальше записи. На самом деле, процедура установки сайта на WordPress, она вот у людей, которые уже начинают зарабатывать, она у них достаточно частая. Достаточно часто, то есть они устанавливают новый сайт на новом домене. То есть вам нужно это воспринимать уже как данность, что это нормально там устанавливать новый сайт, новый WordPress. То есть ничего сложного в этом нет. Дальше идем в раздел «Внешний вид меню». Название меню. Ну, я обычно создаю стандартно. Меню 1. Создать меню. Управление областями. Primary Navigation. Выбирайте, да. Пусть будет меню 1. Сохранить изменения. Сутирую разделе. Редактировать меню. Также нажимаем. Ну, здесь в экран не попадает. Вот смотрите в экране, что. Сохранить меню. Это обязательно, чтобы было меню 1. Вы нажали «Сохранить меню». Так. Обновлю страницу. Видите, что здесь сейчас. Нет названия страниц. То есть есть вот название сайта, который я ввел. Ну и написано «Not found». Потому что пока нет записей. Дальше, что мне нужно сделать. Плагин вы устанавливаете там на свое усмотрение. А когда я иду в раздел страниц, выбираю «Добавить новую». Допустим, мои удивительные бонусы. Теперь справа-справа я должен выбрать шаблон. Шаблон, то есть «Flex Page», «Great White Page». Вот как вы смотрите, одна колонка «Нет сайтбара», но видно будет футер «Squiz Page» и одна колонка «Ни названия, ни сайтбара». То есть вам нужно, допустим, выбрать «Flex Page». Нажимаю «Опубликовать». Дальше «Flex Page», «Utility Page», «Disable WordPress Style». Нажать эту галочку нужно. Смотрите ширину там и так далее. Это все данные. «Background». То есть это все вы можете как бы вводить. Важно отключить стиль оформления WordPress. Я давно уже просто последний раз оформлял подобный сайт. Все, нажимаем кнопку «Обновить». Так, самое важное, что я забыл сделать, друзья. Так, идем в «Настройки», «Настройки», «Постоянные ссылки». Важно, чтобы фигурировало название записи в названии страницы. Это очень важно. Так, ну и сразу лучше тогда еще установить плагин, который будет кириллицу переводить в латиницу. Так, нет обзор. Будем «Rus2Lat». Вот, достаточно. Либо «Rus2Lat» устанавливать, либо «Cir2Lat». Одно и то же. Нажимаем «Установить». Активировать. Теперь все работает, друзья. То есть, это важно было пермалинки еще установить. И смотрите, теперь, когда... Вот она, ваша страница. Вы можете делать с ней что угодно. Добавлять картинки, там, видеофайлы, ссылки и так далее. То есть, вот это все, это ваше рабочее пространство, друзья. Если, допустим, то есть, видите, «FlexPage», она выглядит вот таким образом, да? А если хотите просто, чтобы была белая страница, выбирайте «Great White Page», «Обновить». И тогда будет просто белая страница без всего. Ну, я предлагаю выбирать «FlexPage». Так, что еще можно зайти в раздел «Виджеты». Когда идем в раздел «Виджеты», то есть, есть «Primary Widget Area», сюда можете поставить календарь. Допустим, «Календарь», «Заголовок», «Календарь», поставить, допустим, «Свежие записи», сюда добавить. Но обязательно именно выбирать, то есть, именно в «Primary Widget Area» добавлять это. «Свежие записи», «Озображать дату записи». И теперь, когда я буду обновлять запись, то есть, смотрите, вот так симпатично это у меня выглядит. То есть, здесь добавить комментарий, собственно, содержание записи, когда размещено. То есть, ну, уже достаточно интересно. То есть, потом можно уже будет, ну, как бы, категории записи менять. То есть, ну, и так далее, и так далее, и так далее. Вот, поэтому, то есть, собственно, с помощью темы оформления под названием «Acme», вы можете убить сразу двух зайцев. И размещать классные записи, классные статьи в минималистическом стиле у себя на блоге, которым вы сможете активировать, скажем так, использовать полноценно плагины «Click.tweet», использовать плагин «ViralWater», потому что они с основной темой оформления некорректно работают, с темой для составления обзоров. Ну, так получилось, что конфликтует. И кроме этого, вы можете создавать пустые страницы, пустые страницы для своих бонусных предложений, потому что после, то есть, когда вы создаёте бонусную страницу, то есть, важно, чтобы на ней ничего больше не было. Итак, друзья, сейчас вы посмотрели, как использовать данную тему, посмотрели, как её установить, и, собственно, скачивайте по ссылке, которая под данным видео размещена, то есть, и используйте. Я надеюсь, для вас это видео было очень и очень полезным. Спасибо, с вами был Александр Иванчин.